Музыка Я хотела бы сказать о ситуации в Сирии. 27 февраля, как вы знаете, вступил в силу режим прекращения боевых действий. В тот же день Совет Безопасности единогласно принял предложенную Россией и Соединенными Штатами о резолюцию, которая была утверждена за номером 2268. Она заявляет о поддержке перемирия в Сирии. Сирийские правительственные войска и целый ряд группировок оппозиции поставили Россию и США в известность о том, что они принимают условия прекращения режима боевых действий. Что касается ИГИЛ, Джабхата Нусра и других террористических организаций, признанных таковыми Организация Объединенных Наций, то они из-за режима прекращения боевых действий полностью исключаются. Мы об этом говорили, это наша неизменная позиция. Хотела бы обратить ваше внимание на то, что наши коллеги в Министерстве обороны России на ежедневной основе публикуют соответствующие материалы, информационные бюллетени Российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. И полагаем, что содержащиеся в этих документах, в этих материалах данные носят исчерпывающий характер. Хотели бы дальше также дать свою оценку происходящему. За первые трое суток общее количество локальных соглашений о примирении увеличилось до 38. В то же время зафиксировано 31 случай нарушения режима прекращения боевых действий. О соответствующих фактах проинформирована американская группа по примирению, которая расположена в столице Иордании, Амане. Россия и Соединенные Штаты, как сопредседатели международной группы поддержки Сирии, запустили механизмы реализации контроля за соблюдением режима прекращения огня со стороны сирийского правительства и вооруженных оппозиционных группировок. В этой связи надеемся, что все заявления ряда высокопоставленных представителей в Вашингтоне о наличии какого-либо плана «Б» или каких-либо иных альтернативных планов по Сирии в случае возобновления боевых действий, все это так и останется на словах. Призываем наших американских партнеров придерживаться взятых на себя обязательств. Убеждены, что сейчас нужно очень аккуратно, добросовестно и ответственно подойти к реализации российско-американских договоренностей о прекращении в Сирии враждебных действий. Мы продолжаем соответствующую целенаправленную работу с представителями, с членами международной группы поддержки Сирии, другими влиятельными международными игроками, призывая их на деле поддержать и конкретными шагами поддержать российско-американский план, который может стать основой для восстановления мира и безопасности в Сирии, а также и успешного развития межсирийского политического процесса на основе выполнения положения резолюции 2254 Совета безопасности ООН. Мы также обратили внимание, что ряд средств массовой информации очень уважаемых западных начал использовать в репортажах о примирении, о перемирии такую фактуру, как двухнедельный срок перемирия, после которого якобы оно должно прекратиться. Вы знаете, это не то, что не совсем так, это совсем не так. Мы обращаем на это внимание, что речь идет не о двухнедельном либо каком-либо сроке перемирия, а речь идет о том, что перемирие должно носить бессрочный характер. Именно на это направлены все усилия. Как вы понимаете, заниматься работой, так сказать, вот такой масштабной работой, на которую нацелены усилия огромного количества экспертов, специалистов, потенциал межгосударственных отношений только для того, чтобы давать сторонам недельную-двухнедельную передышку, никто не собирался. Поэтому это четко нужно понимать. Есть ли какие-либо группы, отдельные группы, либо коллективное мнение относительно того, что все это будет носить временный характер, это должно быть четко обозначено именно как частное мнение, а не мнение МГПС, либо ООНовское мнение. Здесь, мне кажется, нужно быть с этим очень внимательным. Продолжение следует...